так ребята короче идем и музей сейчас посмотрим здесь гараж советской техники вот так вот можно представить себе выглядел ульяновск в старину лет 200 300 назад вот эти вот самые старые улочки самый центр города можно сказать ленина и так далее вот так вот примерно можно представить себе сельскость городскую жизнь потому что симбирск то время разрастался как выглядел хозяйство где тут наверняка козы как коровы ходили дима у нас знает всю историю он очень начитанный человек давай дима как функционирует покажи ну попробуй вверх и за можно а можно вот так и набирали воду шла она вот отсюда из жердочки нормально здесь так уютненько диман ты бы вернулся бы сто лет тому назад навсегда на несколько дней сейчас мы живем самое лучшее время вообще на самом деле сейчас кучу возможностей кучу возможностей чтобы заработать на 90 процентов искренено рабство ну да конечно давай дима сразу у нас урал нет этот небо за этот небо монет и смотри тут крышки цилиндров головки цилиндров маленько другие да у нас другие были а так принципе все одно и то же да все и цвет и краски всем потом полез вот этим местом это не моя коляска нет другая смотри даже рама другая не рама другая диман смотри абсолютно может быть но это он так не год восемьдесят пятый год у меня был восемьдесят девятый у тебя девяносто еще восемьдесят пятый год девяносто рогу так здесь у нас верховина ребят у меня был карпаты но на покое до карпаты кстати наподобие этого тоже вот багажничек цилиндр такой же кстати и жопу моем в 50 не но это не в 50 это другой но цилиндры прямо одинаковый вспомнил до детства пара другая тоже квадратная было это минск сих пор ценится этот нотик радиоприемники шлем видим через написано вот бритва калькулятор вот она но свобода кстати вот такие фотки смены у меня тоже есть но пылесос такой тоже у меня есть где-то валяется шлема вот такие вот есть два утюг прикольный тоже он саш паук до ценю я себя ищу можете здесь я тоже был это когда был вот не знаю может закрыть и как сезон на закрытие флотруса есть выяска не видел на закрытие санек вот ты где если увидишь вот я где-то в центре стоял маленько вот ему и а ремень Василия нету наверное на даче на это наверное я не знаю куда это а это там через несколько дней еще было там катались да блин я не вижу сюда что-то планы я короче сводкаю потом так ничего идемте дальше так вот уральчик операторы такие вот у меня валяются два такие старые советские кстати они экономичные литров 7 они едят на сутку газ газ 14 это аппарат расписывают то есть то есть а вот от вы дюсс как О, ребята, вот такой у меня был, Riga 13, вот, я катался на нем все лето, раньше. О, мотороллер Tula, по-моему, где-то название-то. Вятка, точно, вятка, вятка. На базе веса. Вот Tula-то, да. Что-то я Tula видел, у меня мысли перекрутились. Да, резина, смотрите, какая еще, прям, можно сказать, новая, можно сказать. Может, она есть новая? Ну, Tula, она, охлаждение у нее вообще хорошее, она не перегревается. Прикольный тот жемотик такой. Вот это космический корабль. Вот это космический корабль. Ну, форма у него такая космическая. Люлька, да, Диман, какая? Да, там вообще самолет. А, там вообще самолет. Тут космический корабль, а тут самолет. Вот. Так, еще мы не сможем пройти, не сможем. Так, газ, газ, газ. Вот, ребята, еще мотики. Мотики Юпитер. Троечка у меня, у соседа такой до сих пор. Я ему замучился его ремонтировать. Тройку. Потом. О, это ИЖ-49, что ли? Смотрите-ка, да, реально ИЖ-49. У нас у учителя был по... По, короче, этому, блин. Блин, короче, у автомеханика у учителя был такой. Вообще прикольный аппарат. Он, говорю, самый нормальный, короче, по техничке. Это ИЖ-49. В техническом плане. А вот, вот этот аппарат, нам было по сколько? Нам было по 15 лет. Мы на вот этом аппарате. Тут движок от планеты, от пятерки, а не, от четверки. С двумя коленами из цилиндра. Мы катались к девчонкам на вот таком аппарате. Вообще, вот молодость, вспомните, если вообще... Застревали ее в четвером. Прикиньте, пацаны, в четвером ездили. Ну, где-то можно в четвером сесть. Мы, однако, садились, умещались в четвером, прикиньте. Вообще... Были же времена. Во, играй гармонь. Так... Спидвей, кстати, прикольный мотик. Цилиндр здоровый на нем. Вообще... Звезда задняя здоровая. Сцепление какое. Гонки на льду. Так, кстати. По льду. По льду. По льду. Постоянно. Да, шипы это дюбеля, что ли, почти. Почти как дюбеля. Почти как дюбеля, да? Вот это интересно, что там, типа сжигание. Странный, конечно. Смазка чего-то, кстати. Да, ага. Справа прикольная штука. Ну и, в принципе, все, что. Так, давайте посмотрим. Самое интересное напоследок, ребята. Вот это вообще... Вот это прям вообще просто мечта. Такие прям как бы это... Формы прикольные. Сколько метров? Больше 6,6-100-14. Единственное, что плохо, вот эту, видишь, панель, она из такого материала. такой как бы не особо мягкий. У нас в москвичах примерно такой же. Стекло конечно жалко, да. Камушек попал, походу. Автомат трехступенчатый или двухступенчатый? Двухступенчатый. Вперед. Автомат, кстати, ребят, двухступенчатый. Вперед, назад. Нет, по-моему, трех идет. Ну там цифра два, да. Ну все, друзья. Вот такой вот музейчик. Нормальный стадия. Нормальный. Самое интересное бы движок посмотреть, кто бы нам открыл. Капот, было бы вот вообще круто. Спасибо. 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 Спасибо.